Всем привет! Одно из самых частых поломок в телевизоре это разбитый дисплей. И к сожалению такие телевизоры ремонтировать нет смысла. И сегодня мы с вами посмотрим, что можно сделать из разбитого телевизора. На плате присутствует несколько различных напряжений. 12 вольт основные, 1.05 питание логики процессора, 1.5 питание оперативной памяти, 3.3 вольта для питания всей остальной периферии, например для питания Wi-Fi модуля. Также присутствует 1.8 вольт, но для чего это напряжение используется я не знаю. Питание для подсветки идет 33 вольта. Итак, что же можно взять из этой платы? Ну, во-первых, блок питания, который выдает основные 12 вольт. Также есть несколько импульсных стабилизаторов напряжения. Как правило, они имеют типовую схему и их можно использовать в своих целях. Также здесь есть плата Wi-Fi. Ее можно выпаять как есть. Она подключается по USB, но только питается не от 5 вольт, а от 3,3 вольт. И здесь выход на антенну. Антенну можно использовать встроенную, которая здесь и была в телевизоре. Рядом находится микросхема стереоусилителя CS3817. Этот усилитель можно использовать в своих целях. Немного ниже находится дополнительная плата. Я ее особо не рассматривал, не рассматривал какие здесь компоненты есть, потому что такие платы встречаются довольно редко. Единственное, что можно взять в первую очередь, это коннекторы, потому что такие коннекторы бывают иногда нужны. На плате матрицы, как правило, нет абсолютно ничего интересного. Ну, разве что коннектор. С этой матрицы, к сожалению, ничего полезного сделать уже нельзя, поэтому ее можно спокойно выкинуть. Отрываем шлейф и выбрасываем матрицу. Как вариант, в таком виде уже можно использовать как лампу подсветки. Нечто подобное я уже делал из матрицы от ноутбука. Поднимаем рассеиватель. Под белой подложкой находятся алюминиевые пластины, на которых расположены светодиоды подсветки. Эти светодиоды можно использовать как доноры для ремонта. Кстати, поломка светодиодов – это вторая типовая проблема, которая встречается в телевизорах. Также в телевизорах можно найти инфракрасный приемник. Но, несмотря на разный внешний вид, они выполняют одну и ту же функцию – приема сигналов от пульта. В данном телевизоре применен SMD-приемник, что не очень удобно. Поэтому в своем проекте я буду использовать другой приемник, взятый из другого телевизора. Но его можно взять также из любой другой техники. Нам понадобится активная пищалка, любой маломощный транзистор, два светодиода, инфракрасный приемник, несколько резисторов и выключатель. Ну а теперь приступаем к сборке. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Таким образом мы сделали простое и компактное устройство для проверки их пульту. Это устройство имеет цветовую и сбоковую индикацию. Давайте проверим. Нажмем какую-нибудь кнопку и устройство сразу же начинает сигнализировать о работоспособности этой кнопки. Таким образом можно проверить любую кнопку на любом пульте. В одном из следующих своих проектов я попробую сделать стереоусилитель, используя микросхему и всю остальную обвязку из этого телевизора. А сейчас я вам покажу еще кое-что интересное, что можно сделать из этого телевизора. Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok